Россия планирует перестать накапливать бытовой мусор. Соответствующий закон был подписан 31 декабря президентом России Владимиром Путиным. Закон о раздельном сборе мусора устанавливает понятие сбора и накопления отходов, а также обязует местную власть регулировать с гражданами расположение мусоросжигательных заводов и сортировочных станций. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской решил стимулировать граждан страны к сортировке мусора. По его словам, нужно заваривать мусоропроводы в многоэтажных домах, а жители домов проверять на законопослушность при помощи камер видеонаблюдения. Начать сортировать мусор – это только половина дела. Чтобы избежать пагубных последствий для окружающей среды, необходимо перерабатывать мусор или сжигать на специальных заводах. Перейти от обычного накопления к сортировке мусора – очень длительный процесс. Например, в Англии сортировать и перерабатывать мусор начали 200 лет назад. Сергей Донской сказал, что России понадобится гораздо меньше времени – всего 10 лет. За данную макулатуру давали талончики, на эти талончики можно было пойти и в магазин купить книги какие-то хорошие. Знаете, сколько людей этим занималось? Это была грамотно построена политика мотивационная. Сделайте так, и народ будет сортировать. Экологи России всерьез занимаются этой темой. Ученые и студенты Института экологии и природопользования Казанского федерального университета – не исключение. Казанский федеральный университет проводит исследования. У нас есть учебные курсы, которые посвящены переработке отходов в рамках клавриата и магистратуры. У нас студенты активно участвуют в проектах, например, «Зеленые вузы России», в частности, по отходам было как вы. Как изменится ситуация с бытовым мусором в России, можно будет увидеть совсем скоро. Али Акашин, Универньюз.